Конкурс без конкурентов, пассажиры без автобусов, люди без работы, бизнес без будущего. Левая рука администрации не знает, что творит правая. Такие сигналы СОС в редакцию своего ТВ отправили те, кто многие годы занят в транспортном бизнесе города-курорта Кисловодска. Катерина Сафонова попыталась понять природу денег, идей и перспектив городского транспорта. Выводы в следующем сюжете. Всероссийская здравница город-курорт Кисловодск. На остановках люди приезжие, что приехали, подлечиться и местные. Каждый рассчитывает на удобный транспорт, чтобы пороги низкие, двери широкие, много сидячих мест, в том числе для инвалидов. В последнем городе 14,5 тысяч. И на колясках, насколько я знаю, в городе около 500-600 инвалидов, которые не только на колясках, которые сами не могут передвигаться. У нас сейчас в Кисловодске нет ни одного автобуса, в котором был бы подъемник. Я не говорю о пандусах. Ни один автобус у нас не приспособлен к этому хотя бы из-за дверей. Двери менее 90 сантиметров. То есть даже если у вас будут пандусы, вы туда коляску не завезете. Какими должны быть перевозки, четко и ясно транспортникам страны объявил президент Владимир Путин. Меньше месяца назад на заседании госсовета в Ульяновске. Современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров. Следовать в удобное время, точно по расписанию. А его остановочные пункты должны находиться в пешей доступности для большинства граждан, которые пользуются общественным транспортом. Нужно проработать стимулы к повсеместному обновлению автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта. Найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка. Имею в виду в том числе и долгосрочные контракты с перевозчиками, что поможет им в долгую планировать свою деятельность и инвестиции в приобретение новых транспортных средств. Инвестировал в бизнес предприниматель Андрей Григоров. Автобусом 2-3 года. Двухдверный. Взял в кредит. Колесили по маршрутам Кисловодска. Тариф регулируемый 14 рублей. Но вдруг городу-курорту услуги бизнесмена стали не нужны. Хотя договор заключен на 5 лет. Его настоятельно рекомендовали прервать. Объединиться с другими предпринимателями в простое товарищество. И участвовать в новом конкурсе на перевозке. Это было два лота по 60 машин. Мне сказали обратиться в простое товарищество. Я обратился в простое товарищество для подачи документов о вступлении. Чтобы объединиться. Да. Мне сказали, да, хорошо, приноси документы завтра. Я на следующий день привез документы, где мне сказали, что вы извините, мы уже набрали количество машин. Скажем так, все. Я спросил, а каким образом тогда мне участвовать в конкурсе? Мне предложили организовать свое товарищество, чтобы и привлечь туда 60 машин. Конкурировать невозможно, бизнес пропал, машину нужно продавать. Но даже это сделать непросто. Товар специфический. В похожей ситуации предприниматель Александр Петров. В перевозках 23 года. Машины тоже новые, тоже в долг и тот же четкий тариф. В простое товарищество вступил, хотя прежний договор с администрацией расторгать не хотел. Убеждает, сделать это его заставили. Угрозами, шантажом меня вынудили подписать соглашение. Кто? Администрация. Кто? Ну кто конкретно? Зам. Как его фамилия? И в оконцовке. Люди, которые имели доходные маршруты, вот как я, с новыми машинами, оказался без работы. А те, кто на старых машинах, они сейчас работают на хороших машинах. Ну я не выиграл, потому что не вошел, так сказать, в совет товарищества, которое было создано на базе ПАТП-2, где кучка собралась, инициативная, так называемая, инициативная группа, и все порешало за всех. Коллектив Александру пришлось распустить на грани увольнения и водители транспортного гиганта Кисловодска автоколонны 1721. Хорошая база, наследие советского времени, техосмотр два раза в день, ремонтные мощности. От «Газели» избавились первыми. В 2009 году прежняя администрация требовала от перевозчиков брать курс на двудверные автобусы с низкой посадкой и высоким экологическим классом. Таких в автоколонне 50 машин, 160 сотрудников. Только налогов предприятия платят 17 миллионов рублей в год. Цену на билеты устанавливает Краевая комиссия по тарифам. И тот же договор с администрацией. На пять лет расторгать его отказались. Настроения у местных чиновников слишком переменчивы. Постановление от апреля – тариф регулируемый. В августе информацию считать недействительной. В третьем квартале года оповестили – во втором квартале городу нужны нерегулируемые тарифы. В октябре поставили перед фактом – конкурс провели. Тариф нерегулируемый. Автоколонна вне бизнеса. Для предприятия – сокращение. Для пассажиров – ценовые сюрпризы. Отныне перевозчики-победители могут менять стоимость проезда. Сейчас цена билета – 16 рублей. Города, которые нас окружают – Ессентуки, Пятигорск, это тот же Ставрополь, минеральные воды, все на регулируемых тарифах. Вот Зеленокумск я знаю. А мы почему-то решили вот таким образом поступить. Хотя глава в начале года поддержал и настойчиво предлагал, чтобы мы работали по регулируемым тарифам. Но я думаю, тут лоббируются интересы только одного предпринимателя. И необходимости сегодня проводить неподготовленный конкурс не было никакой. Конкурс, по мнению тех, кто в него даже не попал, нужно отменять. Объявлять новый. Лотов делать больше, с прибыльными и убыточными маршрутами. Тарифы регулировать. Напомним, в конкурсе состоявшимся было лишь два лота. Первый на 11 маршрутов выиграли все те, кто смог войти в простое товарищество. Это 18 участников. Второй лот на 12 маршрутов. Также без всяких конкурентов достался предпринимателю Шмаги Гагричиани. Где-то 130 автобусов работают по маршрутам, по городу, по разным маршрутам. Есть 28 маршрутов по городу Кисловодске. Начиная я единица, доканчивая до 28 маршрута. Какие типы у вас автобусов? У меня газели нефти отечественного производства. Лучи, которые еще в мире никто не придумал. Я как индивидуальный предприниматель выступил отдельно. И выиграли конкурс. После конкурса вот как раз проблема в чем. Люди, которые не участвовали на конкурсе, не выигрывали никаких маршрутов, до сих пор работают с 5 октября. С нарушением закона, грубейшие. Возникли вот эти спорные маршруты именно с нашим глубоко уважаемым Шамилем Султановичем. Он не хочет вводить свои транспортные средства и дать нам работать и обслуживать город. Речь идет об автоколонне 1721. Ее директор Шамиль Касымов обещает, если и встанет, то всем автопаркам под окнами администрации Кисловодска. Тем временем за конкурсными баталиями как-то потерялись сами потребители услуг. А их оценка работы городского транспорта неоднозначна. Вот мне внук учится, ходит заниматься спортом, а уехать не может. Нормально. Меня во всяком случае все устраивает. Лучше, конечно же, автобусы. Какие маршрутки. В них тесно и, скажем так, неудобно. Вот мы пользуемся 28-м и 27-м. Желательно, чтобы 27-й ходил получше. Во время подготовки сюжета в течение нескольких дней мы пытались получить комментарии в администрации Кисловодска и расставить все точки над «и». У меня совещание. Вы оставьте свой контактный номер телефона. Сергей Николаевич освободится, я ему передам информацию. Он, к сожалению, не может встретиться с вами. У него сегодня не совещание. То публичка, то совещание. Времени нет вообще свободного. Надельник, насколько я знаю, что он в Ставрополь уезжает. Мы бы подъехали и там до начала, допустим, мероприятия, именно за 10-15 записали бы. Я у него уточню. Я вам перезвоню. Слава подкурса в настоящее время. Своё ТВ направила официальный запрос прокуратуру, антимонопольную службу. Известно, что ведомства начали свою проверку. Был ли нарушен закон о конкуренции? Мы будем следить за развитием этой истории. Катерина Сафонова, Андрей Цинко, Ставропольское телевидение.